Добруша Светлогорское молокно наладит выпуск новой продукции из нетканых материалов с более высокой степенью защиты от вирусов. А также проведет модификацию существующей. Об этом заявило руководство предприятия на встрече с Владимиром Андрейченко. Председатель Палаты представителей посетил производство и провел встречу с сотрудниками, ответил на их вопросы. Они, в частности, касались мер поддержки реального сектора экономики и ценообразования. Глава Палаты представителей похвалил предприятие за поиск новых ниш в непростое для экономики время, отметив, что 75% продукции уходит на экспорт, а само производство обеспечивает рабочими местами около 4000 человек. Следующее предприятие в программе двухдневной рабочей поездки Владимира Андрейченко на Гомельщину – «Речицы-Древ». Это также экспортно-ориентированное производство. За границу отправляют около 85% продукции. Здесь экономические последствия пандемии почувствовали. Предприятие простояло почти месяц, что отразилось на показателях. В июне ситуация выправилась. Загрузка мощностей была стопроцентной. По словам руководства, в этом году предприятие несколько изменило рынки сбыта. Начали больше поставлять в Египет, Канаду и США. Успешно работать помогает проведенная модернизация. Из перспективных направлений здесь рассматривают организацию производства HPL – панелей и новой мебели. Владимир Андрейченко посетил и Калинковичский мясокомбинат. Предприятие в январе-июне этого года увеличило экспортные поставки на 10% по сравнению с полугодием 2019-го. Спикер ознакомился с результатами работы, стратегией развития, социальной поддержкой сотрудников. Во время разговора с коллективом Владимир Андрейченко подчеркнул ключевую роль промышленного сектора в экономике Беларуси. По словам руководства мясокомбината, в условиях пандемии предприятие не останавливалось ни на минуту и не потеряло ни одного рынка сбыта. Сегодня 30 лет исполняется налоговой службе Беларуси. Накануне профессионального праздника в Гомель состоялось торжественное собрание. Участие в нем принял министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко. За успешную работу сотрудники областной налоговой инспекции получили почетные грамоты и подарки. Министр отметил слаженную работу всего коллектива, который на высоком уровне выполняет поставленные задачи. Прежде всего, наполнение бюджета. В Гомельской области его формируют 19 тысяч юридических лиц, почти 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 450 тысяч физических лиц. Поступления в канциализированный бюджет области за 6 месяцев года превысили 1 миллиард рублей.